Ты 10 дней, ты узнала много. Как ты узнала? Где вы были? Мы с Таней, с моей сестрой ездили в Педронку по разным частям города, в разные школы, разные магазины. Ну, мы просто вот исследовали Краков, интересно, какой он внутри. Сами приехали? Приехали с детьми, со своими. А папы? Папы наши в Украине пока, но мы надеемся, что они 25-го числа уже будут здесь. Что с работой? Работа у них есть, праицы физичные здесь много, они строители по своему образованию и умению, поэтому работа у них есть, здесь достаточно рабочие. Будет? Да, да. Как приехали? Мы приехали сюда автобусом, на таможне достаточно нормально, не было никаких проблем абсолютно. Мы переживали, конечно, ехав сюда, мы думали, что нас там начнут всё обсматривать, просматривать, но нет, нет, этого не было. Посмотрели, взяли паспорта, взяли наше разрешение мужей на вывоз детей, взяли причину, почему мы едем в Польшу. То есть это приём, ну, наши документы, как приняли детей в школу, договор со школой. Ну и всё, посмотрели, отдали, мы поехали дальше. Дорога не была, тяжёлая, я переживала, потому что мы едем с детьми, как дети выдержат, потому что автобусом, ну, понимаете, 17 часов ехать. Это вот только сели в Киеве и встали в Кракове. Ну нет, каждые 2-3 часа остановка, кофе, туалет, покушать, то есть это всё доступно, ну, абсолютно нормально. Основание, Вова имеет право. Нет, а как приехали, имеется в виду, как все непонятно, где взяли рабочую визу? Это Вова хочет, чтобы про полиционки рассказали. Ага, как мы сюда приехали? Вова и Кристина записали нас в полиционную школу, детей записали в обычные школы и переслали нам договора. На сегодняшний момент я обучаюсь в полиционной школе, записывали меня на стационар, но, сами понимаете, здесь надо работать, поэтому я пошла в полиционную школу, язык у меня не на среднем уровне далеко, ну, то есть, но... Но, тем не менее, я сама перевелась на заочное отделение. Я звоню, что, по телефону сама? Да, звоню по телефону сама, ну, как бы, поэтому я сейчас учусь в полиционной школе, мои дети в обычной школе, детям очень нравятся, они счастливы, потому что они в этой школе, ну, здесь, в Кракове. Я не могу сказать, что там программа лёгкая или нет, вот сейчас мы с ними делаем домашнее задание. Какой класс, сколько класс? Пятый класс и третий класс, поэтому здесь абсолютно другое, здесь нацелено на развитие логики и самостоятельности, то есть, здесь и в третьем классе есть та же математика, есть то, но только всё на то, чтобы развивать логику у детей. Абсолютно, вот все эти, география, логика, вот то, что, как бы, пригодится ребёнку, человеку в будущем, всё это обучается. Если сравнить, там, в Украине, вот наши дети ходили в гимназию в городе Светловодске, то там больше, ну, как бы, ну, как тра-та-та, да, таблица умножения, её надо, чтобы во втором классе от зубов отскакивало, то есть, всякие вот эти вот формулы там и так далее, ну, это глупо и не надо. А ребёнку надо социализироваться в первую очередь, потому что социализация, это очень важно сейчас. Они, ну, как бы... То есть, задачи по-другому поставлены, да? Да, да, здесь цели обучения совершенно другие. Но тоже, как бы, нагрузка своя есть, домашнее задание делать надо, делаем, но детям нравится. Это при том, что они ходят, вот, буквально неделю, да? Да, очень отзывчивые учителя, очень добрые, отзывчивые, я не знаю, может, попались просто, ну, моим детям такие, но, как бы, достаточно идут навстречу, помогают. Учтеница предложила, чтобы с Катей, дополнительно она будет заниматься, хотя ещё ей и положено дополнительно польский язык, то есть, будет заниматься, поэтому помогают. Когда, там, Кирюша, пятый класс, пытается что-то говорить на польском, начинают ему аплодировать. Он рассказывал вчера. Я говорю, так что, тебе не нравится? Он такой, ну, не, нравится. Я говорю, ну, так всё прекрасно. Да, 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 да. Он счастлив, потому что здесь дети приняли так, как бы, ну, как родные, вроде как они им родные. Ну, вот, без какого-то тюканья, да? Да, абсолютно нет такого, что, как бы, загнобят, или вот то, что в Украине, ну, раньше нам показывали фильмы, да, что приехал новенький в другую школу, его там начали совсем... Чуча-чуча. Да, 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 заплёвывать за это, ну, а ворот, поднимают. Ну, это фильмы для того, чтобы люди смотрели, чтобы нервы щекотали. Так, так. Добрый день. Тихо, тихо. А, ты же застрелива. Расслабься. Сейчас, отличница. Как это? Да, давно здесь? Добрый день, меня зовут... Здравствуйте, дорогие телезрители. Расслабься. Дай подушку, подожди, обросай. Очень много узнала о Польше, о Кратвии. Слушай, я тебя об этом спрашивал. Понеслась. Меня зовут Лена, я приехала... Слушай, я сказал, как тебя зовут. Хорошо, с любого освещения. Конечно, 세계 живой. Как тяжелый день по experiencedooh. Очень много узнала. Когда вы будете...